Всем шалом, салют, хеллоу, конечива, ну и дальше все по той же логике. С вами Дмитрий Логинов и доза интересностей с нашей планеты на Red Barn Podcast. И сегодня у нас, не побоюсь этого слова, настоящий супергеройский выпуск. Многие из нас знакомы с невероятными героями со стороны с комиксов и киноэкранов, но мало кто знает, что такие персонажи в какой-то мере существуют и в нашей реальности. И у них даже есть свое движение Real Life Super Heroes. Логично, что суперспособностей у них нет, но и среди героев комиксов были Бэтмен, Каратель или Стрела, обычные, хоть и тренированные люди, использующие разные реалистичные гаджеты. И в этом выпуске я вам расскажу о 10 таких необычных людях со всех уголков света. Итак, приступим. 10 место. Супербарио. Мексиканский рестлер Марко Раскон Кардоба, который после завершения спортивной карьеры стал политическим активистом. Впервые Супербарио появился в 1987 году, когда выступил на стороне бедняков Мехико против владельцев недвижимости, несправедливо поднявших арендную плату. В дальнейшем он неоднократно становился вожаком гражданских протестов, что снискало ему колоссальную народную популярность. Несмотря на облик крутого парня, Супербарио не использует насилие, предпочитая роль организатора и пропагандиста. Он стал основателем движения «Лучидорос» — костюмированных борцов за справедливость, которые выступают против бедности, коррупции, загрязнения окружающей среды, за соблюдение гражданских прав или в защиту животных. На девятом месте коллега Супербарио — Суперлуз СМИ. Мексиканский «Лучидор», также бывший рестлер, после того, как в 2009 году крупнейшая государственная энергетическая компания, где он работал, была приватизирована, новые хозяева уволили около 40 тысяч сотрудников. Часть из них начала борьбу за свои права. И Суперлуз СМИ в переводе с испанского «Суперсвет» плюс аббревиатура Мексиканского профсоюза работников энергетической отрасли. Он стал одним из лидеров протестов. Замаскированный энергетик скрывает свою личность и не чурается насилие. Он неоднократно вступал в сватки со штрейхбрехерами и полицией. Ныне Суперлуз считается символом ультралевых рабочих организаций и участвует в их акциях. На восьмом месте «Львиное сердце». Уроженец африканского государства Сьерра-Леоне живет в соседней Либерии. Действует как просветитель, ходит по деревням, объясняя людям правила гигиены и оказания первой медицинской помощи. Также он учит жителей, как не стать жертвой местных торговцев людьми. Бандитам и коррумпированным властям это не нравится, поэтому львиное сердце скрывает свою личность. Он носит обычную одежду, но лицо полностью закрыто примитивной маской. Седьмое место. Мастер-легенда. Герой из городка Винтерпарк, предместе Орландо, что в штате Флорида. Один из самых раскрученных американских real-life superheroes. Личность свою от СМИ он скрывает, но властям она известна. Мастер-легенда сотрудничает с полицией, даже имеет разрешение от местного шерифа на ведение патрулирования. В субкультуре real-life superheroes считается одним из пионеров. Маску супергероя он надел еще в середине 80-х годов, но прославился лишь в 2009-м после интервью журналу Rolling Stones. Носит бронежилеты, стальных пластин и металлический шлем. Вооружен высоковольтным электрошокером. Несмотря на агрессивный имидж, поле деятельности мастер-легенды, помощь ветеранам, пожилым и одиноким людям, бездомным и детям, которым он раздает еду, воду, одежду, лекарства и игрушки. Для этой цели он основал некоммерческую гуманитарную организацию Team Justice, которая собирает пожертвования для помощи нуждающимся. Место номер 6. Танатос. Житель Ванкувера, известный как Темный Мститель. Самый знаменитый реальный супергерой Канады. Несмотря на грозное имя, Танатос — это древнегреческая персонификация смерти. Занимается благотворительностью, раздает еду и одежду бездомным, защищает их от насилия и служит для них кем-то вроде третейского судьи, разрешая конфликты. Носит черное пальто, черную шляпу и зеленую маску в виде черепа, скрывая свою личность. На пятом месте у нас особый случай — рыцарь-воин. Британский фанат комиксов — Роджер Хейхерст, молодой садовник из Солфорда, пригорода Манчестера, ночами разгонял буянищих пьяниц, причем одним лишь внешним видом. Обычные люди даже в подпитии не рисковали связываться с психом в трико. Однако, после того, как рыцарь-воин стал героем СМИ, местная шпана сильно избила Роджера, после чего его мама попросила для сына защиты полиции. И, в общем, герою понадобились более реальные герои. И тут мы приближаемся к более серьезным героям. На четвертом месте — Феникс Джонс. Самый знаменитый реальный супергерой США. Настоящее имя — Бенджамин Фодор. Вооруженный электрошокером и газовыми баллончиками, в костюме с встроенным бронежилетом патрулирует улицы города Сиэтла, что в штате Вашингтон. Его мишенями становятся хулиганы, грабители, угонщики, в борьбе с которыми супергероям помогают боевые навыки. Он — профессиональный боец ММА. С 2010 года Феникс Джонс совершил более полусотни подтвержденных полицией арестов. Открывает первую тройку у нас Тень. Эксперт по восточным боевым искусствам Кен Эндре из небольшого английского города Йовел, что в графстве Сомерсет, патрулирует улицы без маски. В черном костюме ниндзя использует нунчаки и деревянную катану. Местные жители его поддерживают и жалоб не подают. Так что полиции не к чему придраться. Хотя при разгоне наркоторговцев и хулиганов Тень использует насилие, а вот днем работает охранником. Место номер два. Семь. Итальянский супергерой из города Мамтуя, что в провинции Ломбардия. Действует с весны 2014 года. Одет в бронированный костюм и шлем, использует сюрикены и телескопическую дубинку и занимается кикбоксингом. Нападает на наркоторговцев и насильников и жестоко их избивает, но его главная цель это педофилы. Из-за того, что органы правопорядка не могут поймать линчевателя, а его мишенью часто становятся известные преступники, итальянские журналисты предполагают, что Семь имеет связь среди правоохранителей или даже сам может быть полицейским. На первом месте у нас сверкающий клинок. Получил свое прозвище от журналистов в честь героя старого телесериала «О мстители со шпагой». Появился лишь однажды, летом 2007 года, в английском городке Саудшилдс, что в графстве Девон. Уличная банда с цепями, ножами и молотками окружила двух полицейских, которые в Англии во время патрулирования не носят огнестрельного оружия. Вдруг на бандитов напал неизвестный мужчина в капюшоне и с настоящей катаной наперевес. Он ранил одного из бандитов, остальные разбежались. Несмотря на помощь полиции, клинка пытались привлечь к уголовной ответственности за вооруженное нападение. Но так и не нашли. На сегодня это все. Это был ТОП-10 фактов на RedBarn подкаст. И будьте настоящими героями. И, кстати, студия RedBarn запустила максимально уютный подкаст «Город», в котором вы сможете узнать о городах России через истории обычных жителей. Так что обязательно к ознакомлению. Ну и подписывайтесь на наши социальные сети, группу ВКонтакте, Инстаграм, канал в Телеграме. Ну и пишите на heysobaka.redbarn.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова